Определились с новыми заместителями главы администрации, поддержали финансирование нового генплана и внесли изменения в правила пользования общественным транспортом. Сегодня состоялось девятое заседание Кировской городской думы. В чем суть некоторых поправок к законам? Расскажем далее. Заседание городской думы началось с утверждения кандидатур на должность заместителей главы администрации. Ими станут экс-депутат Лариса Копысова, которая будет курировать вопросы социальной сферы, а также Антон Карпинский. Он займется вопросами инвестиционной привлекательности областного центра. По моему мнению, это вовлечение в оборот многочисленных активов городских. Ну, это самое главное, это земля. Депутаты поддержали предложенные кандидатуры. Как отметила глава города Елена Ковалева, задачи перед новыми замами стоят важные, в том числе по привлечению дополнительных доходов в бюджет. Необходимо разобраться, определить фронт работ и понять действительно, каким образом мы можем привлечь и доходы в бюджет. Поддержали депутаты внесение изменений в бюджет города на 2018 плановые периоды 2019 и 2020 годов. Депутаты приняли решение выделить деньги на разработку нового генерального плана города. На 2018 год в сумме 2,2 миллиона рублей, на 2019 год 7,2 миллиона рублей и на 2020 год сумма составит 5,1. Одобрили депутаты новый дизайн транспортной карты для детей-инвалидов. На лицевой стороне карты появится отметка «Ребенок-инвалид». Таким образом, детям не придется возить с собой справку о льготе. Кроме того, на заседании Думы депутаты приняли решение о награждении почетным знаком за заслуги перед городом Кировом художника Инну Широкову. А также заслушали доклад о реализации госпрограмм на территории областного центра.